Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Туоры, недельной главой ШФ. И сегодня рассмотрим поподробнее тему удивительного родословия Игуды. Мы вчера говорили, что от певица, сына Игуды, который родил Атамар, родилась царская династия. И так до прихода Машеха будет она идти. Теперь смотрим, сколько лет было Йосифу, когда его продали. Пишется, что Йосифу было 17 лет. А когда мы пришли в Египет, Йосифу было 39 лет. Значит, всего, если мы 17 отнимем 39, то получится, что 22 года было у Игуды, чтобы создать семью. Что произошло за 22 года. Игуда отошел от братьев своих, он не мог жить с ними рядом, потому что ему было стыдно, что он не вернул Йосифа отцу. И поэтому он не мог рядом жить с братьями. Он действительно чувствовал себя виноватым. Отошел от братьев, взял дочерного к Нане, имя которого шло. Рождает он с ней трех сыновей. Они успели родиться, вырасти. Эр женился. Не понравилось Всевышнему то, что он сделал. Он умер, берег фигуру жены. После этого по праву Деверя женится на его жене Тамар. Женится Анан. И тоже не понравилось Всевышнему то, что он сделал. И умертвил он так же и его. Игуда, по идее, должен был дать своего третьего сына Шелу, Тамар. Но Игуда так не поступает. Думает, что вдруг он умрет. И сказал Тамар, что пусть подрастет мой сын Шелла. Поживи у своих родителей пока. Потом выйдешь за него замуж. Но много времени прошло. Она поняла, что в жены ему она не дана. То есть прошло тоже какой-то период времени. Понятно, что Тамар поняла, что ее жевнинг бы не состоится за мужество. А она знала по пророчеству, что от нее произойдет царский род. И Машеев, и все она знала. В общем, прошло много дней. Жена Игуды умирает. Прошло опять время. Игуда утешился. И пошел он к стригущим овецу их кимну. Там его Тамар на дороге выловила. Поставила хупу напротив пещеры Махпила. В общем, Игуда не мог выдержать. Зашел, пошел к блуднице. Она его на себе женила. Он думал, что шел к блуднице. Она его женила. И рождается два сына, два близнеца. Перец и Зерах. То есть, время идет на сегодня 22 года. Потом мы смотрим в главу, которая называется Ваишлах. Сейчас. Ваигаш. Ваигаш. Написано, что входит Игуда Сыновьями с Перецом И Зерахом. Естественно, Шелла. Перец и Зерах. И сыновья Переца. Хицрон и Хамуль. Получается, что Перец успел родиться, Вырасти, жениться. И родить Хицрона и Хамуля. И это все 22 года. Чудо невероятное. Как это он мог вложиться. А наши мудрецы говорят, Что мальчик может зачать ребенка в 9 лет. Приводят пример. Шемаш, ему было 9 лет. Девочка может 7 зачать. И в 9 лет, если даже это все посчитать, В 9 лет ни в кто не вложится. В 6, 7, 8, но не может 9 лет быть. Потому что это фактически никак математически не поддается. Ну хорошо, может быть мы ошибаемся. Но не тут-то было. У нас продолжение есть. Как это работает. Калев. Калев Сын-Дифоне, разведчик. В книге Егошева. Он говорит, что 40 лет мне было, когда я пошел в разведку. Ну хорошо. Но он пошел в разведку во второй год в пустыне. Через год. И допустим, 2,5 месяца, 3 месяца. После того, как мы вышли из Египта. Хорошо. Раз ему 40 лет. То когда его родили? Значит, получается, за 39 лет до нашего выхода из Египта он родился. А че он сын? Он сын Хитсерона. Хитсерон сын перца. Перец родил. Три сына. Мы читаем книгу Деврея Мим. Одного звали. Ярахамель, Рам и Калев. Вот он. Калев Сын-Дифоне. Ефоне это переводится как выстрел в разведке. Хорошо. Теперь смотрим. Написано, что Калев родил Ури. Нет. Калев родил Хура. Хур родил Ури. Ури родил Бецалеля. Вот так. Хорошо. Мы узнаем из нашей устной традиции, что Бецалель построил храм в 13 лет. Хорошо. Если он правнук Калева, то Калев должен был успеть родиться, вырасти, жениться, родить Хура. Хуррой должен был успеть родиться, вырасти, жениться, родил Ури. И Ури должен был родиться, вырасти, жениться, родил Бецалеля. Бецалеля 13 лет. Пусть год зачатия 14. Отнимаем это от 39 лет. Вот, которые мы получили от рождения Калева до времени рождения Бецалеля. Прошло, получается, 25 лет. Как он это мог сделать? Как, когда мы это все пересчитаем, то тогда получается, эта история продолжилась, и у нас опять до 8 лет, и не больше. То есть, та же родословная продолжается. Через много лет, и то же самое мы выходим. То есть, чудо рождения этой семьи. И Всевышний что нам хочет этим показать? Что для него нет никаких границ. Он нам показывает. Может, у кого-то есть другой вариант пересчета, но никак. Мы из этих цифр не выйдем. Это письменная Тора, и трудно с нее нам выскочить. Вот так вот. Ну, и вообще, это очень сильно, очень интересно. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берт Абат Ицрель, Павел Бен Ефим, Самуил Бен Герш, Хайм Малк Абат Йосиф, Мир Абат Аврагам, Роза Абат Михаэль, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Нахум, Владир Бен Григорий, За здоровье Светлана Бен Клара, Шимон Бен Исхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Первая Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен София, Двой Ра Бат Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рафель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Леор Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бацара, Ида Бен Хая Алива, Ефим Бен Соня, Мазл Парнаса Сгула, Ирина Батури, Аронари Бен Ри, Загрос Шадуха, Аронари Бен Двой, Радис Бен Ахум, Авигаль Бацара, Хана Бат Абрагам, Рафаэль Арье Лейб, Бен Лариса, Парнаса Ибрют, Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всем все самое на лучшее, желаю всем крепчайшего здоровья, чтобы скоро закончилась эта война, и до следующих встреч, надеюсь, состоится завтра, 15.30, Шао Боум! Шао Боум!